Изучение электронной динамики материи – это важное направление современной физики, которое позволяет понять основные процессы, происходящие на уровне электронов в атомах и молекулах. Как отмечают в Шведской Королевской Академии Наук, ученым Ференцу Краусу, Анлиюе и Пьеру Агастине удалось получить ультракороткие световые импульсы, измеряемые в атосекундах. Лауреаты премии и их исследовательские группы стояли у истоков зарождения нового раздела атосекундной физики. Им пришлось применить хитрость и обойти некоторые заложенные самой природой ограничения, что, вероятно, позволит в будущем увеличить производительность современных компьютеров примерно в 100 тысяч раз, а также диагностировать заболевания еще на атомных изменениях. Это большое количество разработок, это, можно сказать, целая отрасль в науке, связанная с тем, что вот был разработан, предложен, опробован такой вот новый инструмент, грубо говоря, фотографирование, визуализация очень быстрых движений, ну, в первую очередь, электронов. Разработанная технология с импульсами лазерного света настолько быстрая, что позволяет запечатлеть процессы перемещения электронов в масштабе одного атома, которые притекают практически мгновенно. И если ранее многие считали, что фемтосекунды будут нашим пределом, то Анлиюе на протяжении 20 лет доказывает обратное. Она и ее команда использовали инфракрасный лазер. Излучение пропускали через благородный инертный газ, который воздействовал на атомы и вызывал электромагнитные колебания, которые искажают электрическое поле, удерживая электроны вокруг атомного ядра. Исследовательские группы, независимо друг от друга, используя ультрафиолетовые вспышки описанного метода, создали разные способы атомно-скоростной съемки. Группа Агастини установила рекорд самого быстрого импульса за всю историю, который составлял всего 250 аттосекунд, и получил название пульс поезда. В свою очередь, группа Крауса изобрела метод, который позволил им выделить одиночный импульс из пульса поезда и измерить его длительность. Когда мы разрабатываем новые материалы, новые методики, конечно же, нам хочется знать, как организуются химические связи, из чего состоят молекулы, как вообще двигается электрон, как он эволюционирует. И вот этот инструмент позволяет увидеть это почти прямым способом. Но сфера применения, соответственно, от материаловедения до квантовых коммуникаций, передачи информации на большие расстояния, каких-то объемных вычислений. Важно, что аттосекундный импульс можно не только наблюдать и измерять, но и контролировать, создавая короткие вспышки света и фиксировать изменения вплоть до движения отдельных электронов. Труды ученых позволят отслеживать процессы на атомных масштабах. Это можно считать технологией, которая в будущем потенциально может изменить привычный образ жизни.